В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Туманное межсезонье. Лицензирование управляющих компаний все больше напоминает детскую считалочку, воспетую королевой детективов про 10 негретят. Не успеешь оглянуться, и вот очередная контора получает отворот-поворот. На данный момент 16 фирм не смогли пройти лицензирование и теперь вынуждены либо вновь попытать счастье, как это уже сделала половина из них, повторно подав документы, либо отправиться туда, куда им и дорога, в небытие. Судьба коммунальщиков меня здесь волнует постольку поскольку граждане они бывалые, не пропадут, другое дело дома, что еще недавно они обслуживали, ну или по крайней мере делали вид. В этой следующей передаче я хотела бы поговорить о том наследии, что оставляют после себя почившие конторы. Об одной из них компания УК ТВН, накопившая многомиллионные долги перед ЗАО с УТЭКом, погрязшей с энергетиками в арбитражных спорах и одной ногой стоящей в финансовой могиле, именуемой банкротством, я уже рассказывала месяц назад. Теперь же, когда она не получила лицензию, но пытается пережить реинкарнацию под новой вывеской, жителям 50 домов и заводов нужно всерьез задуматься на своем будущем. Особенно это касается 10-этажки в 11-м А-квартале. С виду вполне крепкое и еще не старое здание. Так до недавнего времени думали и люди в нем проживающие, пока не обнаружили на чердаке шокирующую находку. Вот трещина здесь, здесь даже, вон видите, она вот насквозь уходит. И подозрение, что еще и вот эта соседняя плита, хоть и не провисся, да какое там, вон видите, какое у вас хорошее освещение. Вот, эта плита тоже идет трещина насквозь, то есть три плиты у нас. Сколько лет этим трещинам и откуда они появились, жителям остается только гадать. Дом, который ранее был на балансе Министерства обороны, возводили в не самое удачное время, в 91-м году, в пору развала Советского Союза. На объекте трудился стройбат. Ну и какое качество можно ожидать от срочников? Солдаты умудрились даже засорить вентиляционные узлы, кидая туда строительный мусор. Понятно, что и остальные работы делали, как могли. Вот плиты, покрытие, которое провисает, во-первых, по причине, по какой, мы не знаем. Один вариант, значит, что она была такая бракованная, уложенная. Но сегодня мы видим несколько трещин, которые идут поперек. У нас несущая арматура расположена вдоль. Паника и началась в отношении этих плит. Защитный слой разрушился внизу. Это дело опасное, до поры до времени. А вдруг здание сложится, как карточный домик, боятся люди. Понятно, что нужна срочная экспертиза, а далее капитальный ремонт. Все это можно и нужно было делать еще два года назад. Тогда, рассказывают жители, глава управляющей компании ТВН Владимир Терещенко впервые увидел эти трещины. Но отчего-то молчал. Тайну раскрыл лишь, когда конфликт между коммунальной конторой и домом перешел в решающую стадию, и люди задумались о создании ТСЖ. Вот тут-то господин Терещенко, по словам жителей, и обескуражил их. Мол, какое вам товарищество? У вас дом рушится. Сидите и молчите. Но люди молчать не стали. Складывается впечатление такое, что не они на подряде у нашего дома, а мы у них на подряде. Они командует всем, что хотят. Поехала. В ГЖИ написала заявление в департамент ЖКХ. И его начали в связи с этим ставить на место, может быть, писать ему какие-то предписания. Это очень его задело. Он сказал, что ну как это такая она нехорошая, да, в двух словах. Ну, бессовестно, так было сказано там, говорят, на меня донесли. Прислали письмо о том, что они нас снимают с обслуживания. Они не пришли сказать людям вот на таком-то основании. Мы же вот не знаем, почему нас с обслуживания снимают. Интересный поворот, не правда ли? Во многих коммунальных конфликтах я разбиралась, но с таким случаем сталкиваюсь впервые. Управляющая компания не борется с теми правдами и неправдами за дом, а наоборот скидывает его как ненужный балласт. И это в пору лицензирования. Жители растерялись. А дальше-то что? Но для начала нужно расставить все точки над из в отношениях уже с почти бывшей управляющей компанией. По телефону приглашаю на откровенный диалог главу контора Владимира Терещенко. Последнее надо отдать ему должное. Понимая, что ничего хорошего его не ждет, на неприятную встречу, назначенную через неделю, все же явился. Сейчас он будет опять сказки рассказывать. Правда, честно говорю, сразу времени в ноль. У меня две проверки сегодня. Разговор начинаем с главного. С трещин в перекрытиях. По этой трещине, эта трещина обнаружена была мной, если честно быть, два года назад. То есть год назад уже люди знали про эту трещину. Конкретно фамилии, явки, адреса, как говорит наш президент. Какие люди конкретно из нашего дома год назад знали про эту трещину? Вы акт покажите. Покажите акт. Что там подписано на медакт, что у нас в таком состоянии крыши. Где акт обследования у вас? Это можно исправить терпимо, то есть это не критично. Даже специалисты с высшим образованием, я за эту неделю звонила в департамент строительства, в департамент ЖКХ, они не берутся за то, и из ГЖИ, за то, чтобы прийти и определить, в каком состоянии плита, нужна специализированная организация. Это не просто так. Это должны мы попасть в программу капитального ремонта. Если бы мы, как вы говорите, год назад знали, мы бы уже били во все колокола. Мы просим, ради бога, Инга, вы городская информационная служба, то есть вы близки к главе города. Мы просто боимся, что может случиться с нашим. Это несколько тонн плита, и она упадет. Вы разделяете эти опасения? Нет, она простоит, все нормально. Спокойствие господина Терещенко легко объяснимо. Не ему же в этом доме жить. А теперь, после того, как на чердаке побывала комиссия из администрации Красноглинского района и составила акт, в случае что, спрашивать будут уже не с него. Хотя не мешало бы и за трещину, и за крышу. Ее латали в 2013 году. Кое-как закрепленный рубероид разве можно назвать ремонтом, возмущаются жители. Примыкание сделано неправильно. Видите, что это за примыкание? Когда не примыкает ничего, видите? Да вот, отходит здесь. Посмотри, вот на тот дом, как там сделал ремонт крыши. Вот на те два. Видите? Вот там такая же кровь, вот там ремонт делался. А здесь, вот как я вам показывал, вот видно, что здесь, как он лежит старый, так он и лежал все время. Да, ну вот, поднять идет. Но это все надо менять. Последствия такого недоремонта, особенно очевидных квартирах верхних этажей, классика жанра, отсыревшие обои, сдувшийся ламинат. Но директор управляющей компании лишь разводит руками. Причем здесь он. Во всем виноваты строптивые жители, что отказались подписывать акты выполненных работ. Совет дома сказал, мы не будем подписывать, пока вы не сделаете всю крышу. Говорим, вот вы подпишите то, что по факту сделано. Ну врет, ну врет и врет и врет. Это не было. Ни сметы, ни дефектной ведомости, ни сметы, ни акта выполненных работ не видела никогда. Чья правда? Его слово против моего. Ну как так? Давайте я закончу, да поеду, а то сейчас у меня иду. А что вы боитесь? Вы перед нами ответите, молитесь. У вас приглашает мысль. Давайте побеседуем. Побеседовать уже поздно. Вот акт, подписанный начальником отдела ЖКХ. По работе выполнен, некачественно, с грубыми нарушениями технологии их производства. Все. Это говорит только об одном, что это так, даже если бы я его увидела. Я его просто не имела права подписать. Вы же одним актом свои работы не подтвердили. Все липовые акты. Вот ваш акт первый. Где там металлический козырек? Там доски грилы лежат. И за сломанный козырек, и за раздутые сметы, и за втрое поднятые прошлым летом тарифы Терещенко припоминает все, что наболело за последние два с половиной года, что его компания обслуживает дом. Другой-то возможности не было. Глава УК ТВН обещал жителям отчитываться ежеквартально, но слова не сдержал. А теперь же, когда конфликт перешел от слов к жалобам в различные инстанции, и вовсе сделал ход конем. Прислал уведомление о расторжении договора. То есть вы не хотите обслуживать этот дом? Почему? Потому что нет конструктива. Нету. Идут одни жалобы, жалобы и жалобы. У вас работа такая? Могу сказать открыто. То есть вот даже взять соседний дом, тоже у меня на обслуживание. Здесь сбор населения идет 95%, а здесь 20%. За что вам деньги платить? Пришла весна, начала течь. Сколько было жалоб, бесполезно. Никто ничего. Сегодня ночью пошел дождик. Потекло опять с пятого до первого протекло. А вы из другого дома? Да, вот. У нас тоже обслуживают. Вот там, где платят 90%. В доме, где нет должников, крыша течет точно так же, как и там, где не хотят платить за коммуналку. Где же логика? Владимир Николаевич. К тому же жители мятежной десятиэтажки убеждены, наличие якобы большого числа неплательщиков – это лишь повод для расторжения договора. Не более. Номера квартиры, скажите, какие вы заглушки поставили? Потому что приходили здесь ребята неделю назад, пытались поставить заглушки. В квартире, где полностью оплочено. Мужчина вышел, у него глаза на лоб. За что мне прислали? У меня инфаркт был от такой бумажки, что мне поставили заглушку. Вы, наверное, думаете мозгами, когда шлете такие бумажки. Долгов нет, пишут, дом 10 тысяч, 10 тысяч. У нас главные неплательщики – три трехкомнатные квартиры. Это 4% от общей площади дома. У него бухгалтерия неграмотная, просто неграмотная бухгалтерия. Они не умеют с компьютером пользоваться даже. А вскоре, может, в управляющей компании и компьютеров-то не останется. На днях всю оргтехнику здесь опечатали судебные приставы. Владимир Терещенко сам в долгах, как в шелках. В конце апреля он окончательно в Казани проиграл свой спор с энергетиками. Арбитраж признал за ним 28 миллионов рублей долга перед залу СУТЭК. И это только за период с января по май 2014 года. Общая же сумма, которую бы ресурсоснабжающая компания хотела получить с ТВН, приближается к 70 миллионам. Терещенко цифру эту не признает, обещает дойти до высших инстанций. Ну а пока суд до дела, его компания, против которой началась процедура банкротства, лицензии не получила. Но бизнесмен, видимо, был готов к такому мрачному для себя раскладу, поскольку незадолго до всех этих событий создал еще одно ООО со схожим названием. И уже под новой вывеской пытается вновь зайти на рынок ЖКХ. Удастся ли ему этот хитрый маневр или нет, станет известно в мае, когда комиссия будет вновь рассматривать заявки от управляющих компаний. В любом случае, за судьбу господина Терещенко я спокойно выплывет. А вот что будет с жителями, которых он так беспардонно бросил. Самое главное, вернут ли им деньги, что накопил дом на текущий ремонт. Я никуда не убегаю. Люди заплатили деньги. Я не пойду, потому что меня и так раз в полгода АБ проверяет. То есть эти деньги, ради бога, приходят, пишут заявление. Если ушли в другую компанию, предоставляют расчетный счет свой, деньги возвращаются. Таких обещаний за последнюю пятилетку жители слышали немало. С 2010 года дом сменил 4 управляющих компаний. Хотя ни одной из них не было таких долгов, как у Терещенко, сбережения людям никто не вернул. Аргумент был один. Пусть каждый собственник подает в суд и получает свои деньги. Очевидно, что на практике это осуществить невозможно. У правоохранительных органов ответ один. Это гражданско-правовые отношения. Нет состава преступления. Увы, но законодательно механизм передачи денег при уходе управляющей компанией никак не прописан, говорит Алексей Кокин, вице-президент Палаты адвокатов Самарской области. И потому он сомневается, что людям удастся вернуть деньги. Когда говорят, что у нас есть некая сумма, ну, во-первых, не у вас, а у управляющей компании, потому что вы ей доверили, это прописано в договоре. А второе, это деньги, как и платежи других домов, которые обслуживают данную управляющую компанию, абсолютно становятся обезличенными. Нет требования закона, чтобы был отдельный счет, на котором хранились деньги. И, соответственно, до тех пор, пока будет ситуация, связанная с тем, что эти деньги, они немножко мифические, как-то вычленить из общей массы, ну, прямо скажем, это будет сложно, потому что это как деньги, положенные в карман. Если они положены в карман, они уже там перемешались. И вот здесь, конечно, проблематика организации глобальная. До тех пор, пока еще более детально правила ГРМ не будут прописаны, отвечать на достаточно простой вопрос, который мне задаете, мне, как практикующему адвокату уже, что называется, третий десяток лет, очень сложно. Скорее всего, будет опять проблемно и с некими потерями. Впрочем, уверен Алексей Кокин, эту неприятную ситуацию вполне можно обернуть в свою пользу. Может, конфликт с управляющей компанией, наконец, станет тем уроком для жителей, что сподвигнет их на перемены, на которые сами они не решаются. На месте жильцов дома, как ни странно, я бы более широко посмотрел на проблему. Потому что, когда мы говорим, что катастрофа, что расстаемся от управляющей компании, ну, фактически, может быть, это определенные блага. В наших силах организовать тоже ТСЖ. Мне очень часто говорят, да, это затратно, да, это сложно, мы боимся. Чем больше мы боимся и не делаем, тем больше вероятность, что этот страх реализуется. Может быть, стоит задуматься и на этот счет. ТСЖ, безусловно, не панацея, но в данном случае, как мне кажется, тот самый лотерейный билет из бородатого анекдота, который жителям все-таки стоит купить. Увы, но никому, кроме них, проблемы дома не интересны. А ведь та же трещина в потолочном перекрытии, с которой я начала передачу, требует скорейших действий. Кто знает, насколько все это серьезно. Надеюсь, что и районные власти не будут тянуть с экспертизой и помогут дому как можно быстрее попасть в программу капитального ремонта. На сегодня пока все. Буду следить за судьбой этой многоэтажки. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова